А тем временем российский диктатор Владимир Путин решил убедить африканскую делегацию, которая в Россию прибыла, что его логика в отношении войны против Украины якобы является безупречной с точки зрения международного права и устава Организации Объединенных Наций. Эту тему, а также другие, обсудим с дипломатом, экспертом-международником Русланом Осипенко, который к нашему эфиру присоединяется. Руслан Анатольевич, приветствуем. Доброе утро. Приветствую. Руслан Анатольевич, давайте сначала по поводу турне, которое организовали представители африканских стран. Сначала перелетели в Киев, после чего отправились в Россию. Какова основная цель этих представителей? Основная цель изложена в 10 пунктах, которые они представили. Там основная цель обеспечить их продовольственную безопасность, прежде всего. Ну и контакты с Африкой. Продовольственная безопасность для чего им нужна? Для стабильности их режимов, для сохранения власти этих людей. Но это между срок, мы считаем. Естественно, что они будут говорить, что они за мир приехали разговаривать. Но, по сути, вот этот 10-пунктовый план, 10-шаговый, он на две трети совпадает с 12 пунктами китайскими. То есть, можно сказать, поставить в один ряд представителей Африки заявление Бразилии, заявление министра обороны Индонезии, как фолловеры Китая. То есть, они лоббируют фактически китайский план, который представлен был ранее. Поэтому, нигде не прозвучал вывод войск, нигде не прозвучал справедливый мир. Поэтому, ну, надо так и относиться. Да, выслушивать надо, конечно же, демонстрировать желание разговаривать и услышать всех необходимо. Но надо понимать, чьи это предложения на самом деле и к чему они ведут. А поэтому Путину было легко ввешать этим представителям африканских стран лапшу на уши относительно безупречности с точки зрения устава Организации Объединенных Наций касательно войны, развязанной России против Украины? Да, совершенно верно. Он то же самое говорил в глаза Гутеришу. Помните, когда он приезжал к нему, он рассказывал человеку, который стоит во главе организации, который знает наверняка, читал хотя бы однажды устав ООН. Он ему начал рассказывать про устав ООН, про статью на самоопределение и так далее. Хотя, на самом деле, война Путина против Украины началась далеко не в 2014 году. Она началась в 2001 году. Это я вам говорю ответственно, как бывший его служащий, который видел документы, когда с Украиной начали бороться экономически, начиная с 2001 года. Начали строить обходные пути, балтийскую трубопроводную систему, голубой поток, вот этот северный поток, голубой поток. То есть пытались транзит отобрать у нас, пытались протоку Керченскую отобрать, для того, чтобы не платить за проход кораблей и так далее. Много фактов, которые говорят о том, что война началась в 2001 году, просто экономически. Политически нас затягивали в СНГ, нас затягивали в Еврозес, мы отказывались туда идти. То есть это было противостояние и на экономическом фронте, и на политическом фронте. В результате оно вылилось в 2014 год, в то, что оно вылилось, в оккупацию. А потом уже в откровенную войну, потому что Путин увидел, что Украина уходит из сферы его влияния. Руслан Анатольевич, скажите, пожалуйста, а это новый нарратив, тот, который мы сейчас слышим? То есть это или это даже новая такая тематическая борьба с Украиной, которую Путин озвучил? Что, мол, Украина развязала эту войну, но только если ранее он заявлял о том, что 24 февраля 22 года Украина якобы развязала войну против Российской Федерации, а не Россия против Украины, как на самом деле, то теперь Путин говорит о том, что в 2014 году это сделала Украина? Ключевой момент в этих всех баталиях и прениях то, что Россия не признала суверенитет Украины. Вот это стало основой и причиной того, что Россия позволяет себе тут защищать русских, раздавать паспорта, что привело к войне. По сути, она не признала суверенитет и хотела вернуть Украину в сферу своего влияния. Поэтому она позволяла то, что мы видим, что она себе позволяла. Если бы страна, которая подписала с нами и Будапештский меморандум, и широкий договор о дружбе и сотрудничестве, и еще массу договоров в рамках этого договора, которые определяют и наши границы, и суверенитет наш, если бы она соблюдала эти договора, никакой войны не было. Вопрос в том, почему другая страна, во-первых, вмешивается во внутренние дела соседней страны, и почему она позволяет себе диктовать что-то, какие у нас вооруженные силы должны быть, какая у нас политическая система должна быть, какой президент и премьер-министр. Вот главный вопрос, который надо ставить, а не о том, кто начал. Поэтому здесь однозначно нарушение международного права, суверенитета и территориальной целостности, которая уже вылилась в военное противостояние. А оно началось, как я сказал, с политической войны, экономической войны, еще в 2000-х, как только Путин пришел к власти. Это даже не после 2008-го, после его речи, где он прямо заявил о необходимости восстановить Советскую империю. Руслан Анатольевич, вы сказали, что африканский так называемый мирный план на две трети совпадает с предложениями Китая. Также вспомнили о заявлениях неоднозначных представителей Бразилии, Индонезии. Интересно понимать, насколько все эти заявления и так называемые мирные планы согласованы между собой и согласованы в то же время с Россией? Да, они абсолютно согласованы, потому что месседжи даже по сути мы читаем, там гуманитарные вопросы превалируют. Первое, превалирует остановить войну, провести деэскалацию, решить гуманитарные вопросы. Если говорить просто, не перечисляя, это подморозить конфликт. Подморозить конфликт, остановиться там, где есть, и обменять территории на мир, вот если просто смотреть, не вчитываясь в детали. Вот такая суть этого документа. Такая же суть документа была 12 шагов китайских. То же самое Бразилия нам предлагала Индонезия, министр обороны там, по-моему, Индонезии предлагал. Вот, естественно, если совпадают на две трети у вас месседжи, ну, они не могут быть несогласованными. Плюс к тому, кто понимает и смотрит за стратегиями Китая, а это мирное возвышение в пяти регионах, начиная там от Юго-Восточной Азии, Ближний Восток, Африка, Латинская Америка. Естественно, Китай там доминирует сейчас, потому что, ну, по ряду причин доминирует, и Китаю прислушивается. Кому-то он гарантировал безопасность, кому-то суверенитет, у кого-то там подписал долгосрочные договора, которые обеспечивают энергетическую безопасность. И таким образом Китай набирал себе фолловеров. А сейчас он использует это в политико-дипломатических маневрах противостояния Соединенными Штатами. То есть он формировал свою сильную позицию переговорную для торгов с Соединенными Штатами. Насколько проблематично убедить те государства, которые так или иначе, возможно, нехотя, возможно, сами того не осознавая, поддерживали российскую сторону, убедить их перейти на украинскую сторону и поддерживать правду? Ну, например, насколько легко или сложно будет убедить Бразилию и Индию присоединиться к мирному плану Зеленского? Кстати, эту идею озвучил глава офиса президента Ермак. Самое главное, упущено время. Мы не уделяли внимания серединным странам, так называемым, как и сейчас определили, или глобального юга, это и та же Латинская Америка, Африка. Посмотрите, у нас даже посольств не было, ну, не было послов, и посольство не везде есть. Я не говорю уже о развитии торгово-экономических отношений, информационных связей и так далее. А это все время компенсировать быстро не удастся. Единственное, доносить правду, доносить свою позицию, продемонстрировать то, кто есть агрессор, а кто есть жертва, и к чему привели последствия вот этой агрессии. То есть этим делегациям, которые приезжают с мирными планами, надо демонстрировать наши стертые в пыль города, убитых людей, показывать эту статистику и демонстрировать факты, демонстрировать правду. Конечно, частично мы можем компенсировать, но я говорю, мы упустили время. Эту работу, например, Китай вел там с конца 90-х годов в этих пяти регионах. И, естественно, только к 20-м годам этого столетия он вышел на тот уровень отношений, который позволяет ему влиять на политическое мнение элит. Ну, знаете, интересно, вы говорите, что надо представителям этих стран демонстрировать то, что Россия творит в Украине, стертые в пыль города. И вот президента ЮАР повезли в Бучу, как раз в тот день Россия нанесла массированный удар по столице. И что интересно, делегация, члены делегации ЮАР заявили, что никаких взрывов не слышали. Потом, правда, президент страны сказал, что взрывы он так и слышал. Но, тем не менее, вот интересно понимать, это заявление членов делегации о том, что все было тихо, мы не знаем, ничего не происходило. Это случайность или с ними работает как-то, работают российские спецслужбы, или они просто жертвы российской пропаганды? Почему так получается? Во-первых, они живут в информационной среде российской, потому что мы здесь тоже проиграли. Если, посмотрите, за рубежом у нас нет Украины today, ну, подобного чего-то, да, или корпунтов там в том же Китае, например, чтобы там формировать точку зрения, или корпунтов в Африке, в ключевых странах, у нас этого нет. Россия этому уделяет огромное внимание, и нефтедоллары перекачивались как раз в информационную среду. Они понимают, что ситицентрические войны в 21-м столетии ведутся за умы людей. Прежде всего, не нужно на танки приезжать, можно переформатировать мозг людей. Вот фактически, посмотрите, что с Донбассом сделали. Прежде всего, свалили вышки украинские, поставили свои, и за 8 лет мы получили абсолютно украинцы, которые думают абсолютно диаметрально противоположно, и с удовольствием принимают пропаганду российскую. Поэтому мы проиграли вот эту информационную войну, это первое. А второе, то, что у делегаций есть директивы, это большая политика, и когда вы едете на переговоры, у вас есть в директивах написана программа максимум, минимум, и средина, где вы можете там что-то уступить. Поэтому, естественно, какие-либо появляющиеся раздражители, типа обстрелы там и так далее, вы принимаете ко вниманию, да, это будет влиять на вас. Но сейчас, в данный визит, вы не можете сделать шаг влево-право, потому что у вас есть директивы, и вы должны соблюдать эти директивы и говорить то, что у них написано. Интересный такой дипломатический инсайт. Спасибо вам большое и за это. А Руслан Осипенко, дипломат, эксперт-международник, в прямом эфире был. Благодарим. Спасибо.